Так, я бы хотел раз и навсегда просто поставить точку над таким вопросом. Почему я покупаю именно акции Сбербанка обыкновенные, а не Прев? Первый момент. И почему я смотрю на валютный рынок, что делает именно Центральный Банк Российской Федерации? Господа, вы должны понять одно. В государстве сидят главные маркет-мейкеры. Именно главные трендовики именно в государстве. Не дядя Вася с бабой Дуси, не какой-нибудь там Вася в БКС, не какой-нибудь там Гена Финами. А в государстве сидят те люди, которые трендят вообще весь рынок, всю экономику, властные структуры именно. Сбербанк обыкновенный я покупаю только из-за того, что ими владеет сейчас напрямую правительство Российской Федерации. Я не думаю, что акции привилегированные с рынка уберут, это маловероятно. Но я предпочитаю делать так, как делать государство. Они выкупили у Центрального Банка акции обыкновенной Сбербанка, а они их держат у себя на балансе. При этом дивиденды по Сбербанку будут поспать именно в первую очередь по акциям обыкновенным. И по префам будет, но по обыкновенным в первую очередь. Почему? Потому что обыкновенные акции висят на балансе у государства. Поняли, да? Логику. И государство будет с этого иметь дивиденды, которые поступят потом в дальнейшем в государственную казну. Далее, по поводу валютного рынка. Меня, скажем так, многие... Я понял одно, что многие люди не понимают одного важного фактора. Что на валютном рынке главный маркетмейкер это Центральный Банк Российской Федерации. Что они делают сейчас? Вот смотрите, я запустил в Телеграме новость. О том, что ЦБРФ 29 апреля продал валюту на 20,2 миллиарда рублей. И в чем факт? Пока Центральный Банк имеет такой медвежий тренд в долларе, да? Они будут доллар давить. Они будут делать все, чтобы поддерживать рубль на плаву. Смысл, понимаете, да? Они и удерживают нашу российскую валюту на плаву. Но при этом... Я сейчас обращаю внимание только на один важный фактор. Когда Центральный Банк переобуется, да? Как вот вы любите это слово, переобуется. Когда он переобуется. И когда там Набюрин скажет, не знаю, ты там, не знаю, Павел Павлович, выкупай доллар массовыми позициями. Вот тогда переобуваться придется и тем, кто торгует на валютном рынке. То есть уже не шортить, условно говоря, доллар, да? А именно откупать его. Почему? Потому что, к примеру, подобная ситуация была в конце предыдущего года. Когда бак стащили вниз, видим манипуляции на уровень 60 рублей за доллар. Вот. И Центральный Банк там давал команду. Там и Минфин тоже там занимался этим делом, и ЦЗБ. Просто государство, условно говоря, люто скупало доллар. Поняли смысл, да? И когда государство люто что-то скупает, нужно действовать по тренду. Потому что именно государство, главный трендовик здесь. А там сидят, господа, не глупые люди. Потому что глупый человек во власть пробраться не сможет никогда. Там сидят люди умные, расчетливые, знающие выгоду как для себя, так и для государства в целом. Какую-нибудь, не знаю, там, Дашу с восьмого этажа, которая торгует пирожками, да? На блошовом рынке, да? Ее не примут Центральный Банк. Потому что у нее не хватит интеллекта в этом плане. Понимаете? Она не знает, что такое экономика. Она не знает, что такое макроэкономика. Она не знает, что такое валютный рынок. У нас в стране большинство не знает, что такое фондовый рынок. Понимаете? Поэтому и нужно следить за тем, что совершает государство. Какие действия они совершают. Например. Вот возьму пример. Газпром. Я, Пронесин, тоже говорил. И вчера тоже в Телеграме я писал. Меня спросили, мол, что сподвигнет Газпром к выстрелу, мегавыстрелу в краткосроке. До уровня 360, там, 400 и там, 500 рублей за акцию. Господа, это отставка Миллера. Да? Нынешнего главы Газпрома. И этот фактор, он сподвигнет цену Газпрома на акции Газпрома улететь вверх. С перемаксимумом 2008 года. То есть перемаксимум совершить 360 рублей. Вот. Это главный фактор. И в чем прикол? Уже полтора года идут слухи о том, что Миллер собирается покидать свой пост. Главы Газпрома. И эти слухи, на самом деле, не просто слухи. Это обоснованные слухи, между прочим. Почему? В силу нашего биологического возраста, да? Мы люди все смертные, да? Мы все уходим на пенсию. Мы проживаем свой рабочий цикл. Дальше мы идем отдыхать. Ну, кто отдыхает, кто помирает, да? Если говорить цинично, опять же, цинично, но по факту, да? Цикл. Проживаем все. Мы рабочий цикл заканчиваем. То же самое и Миллер. Господа, этот человек тоже недолговечный. И в один момент он покинет свой пост главы Газпрома. И рынок это будет воспринимать с позитивом. На фоне чего акции Газпрома будут переоцениваться. Почему? Потому что рынок ждет отставки Миллера с поста главы Газпрома. Будет переоценка акций. И она улетит просто вверх. Это вопрос времени, когда данное событие произойдет. Поэтому следите внимательно за главами компаний, корпораций. Там, не знаю, Газпром, не знаю, ВТБ, либо еще что-то. Следите внимательно за государством, что оно делает. Потому что тренды в основном идут по валютам рынка, к примеру. Это от Центрального банка. То, что они сейчас сливают валюту, доллар, да? Вот они слили. Подал валюту там на 20 миллиардов рублей. Это идет на удержание, точнее поддержание курса рубля. Вот когда будет новость о том, что Центральный банк начнет выкупать валюту. Внимание, господа. Кто торгует на валютам рынка, вы обязаны будете переобуться в воздухе. По большому счету. Понимаете? И вы должны будете это уже по тренду. То, по тому тренду, что делает Центральный банк. Потому что Набиульна, она и себе цену знает. Кто бы что ни говорил, то, что она плохая или такая-сякая, господа. Еще раз. В Центральном банке, в правительстве Российской Федерации, сидят люди, знающие себе цену. И знающие, как поступить в определенной ситуации. В первую очередь, монетарная власть сейчас делает определенные, такие позитивные действия в виде снижения ключевой ставки для поддержания экономики, да, российской. Ну, а также на поддержание рубля, что они делают сейчас. Тренд известен. Тренд медвежий в долларе. В валютной паре рубль-доллар, да? Так что, вот вам. Лайфхак, как говорится. Слезите за тем, что делает государство. А у меня на этом все. Благодарю за внимание. Это последнее видео на сегодня. И до свидания. Продолжение следует.